Друзья, посмотрите, какое прекрасное дерево, тамарис. Как оно красиво смотрится на сегодняшнем голубом небе. Это мы на стоянке у Леруа Мерлян. Приехали покупать для нашей ванной комнаты причиндалы. 400 евро почти заплатили за эти причиндалы. И не купили мы еще ни душ, и кабину мы будем покупать намного позже, потом. У нас 8 часов вечера. Марис мне сходил, у меня была Наташа в гостях с малышом. Малой купался, мы с Наташей болтали. И я Наташа отдала последний, там у меня пометится, была картошка последняя. Попробовать свеженький, Марис кабачки собрал. Я говорю, пошли выкопаем картошку, посмотрим. Лед расшири. Он говорит, посмотри, урожей из красной помидоры. Вы представляете? И ну, на. Вы исчезли, секретарь вам дежурно. Я говорю, выкопаем там, где 90. Короче, сейчас посмотрим, что у нас. У нас же вчера тут дождь с утра пошел. Зато посмотрим, пролило ли землю. Такие, знаете, были. Чё не попри лиган, шериманом плю. Я говорю, не взял эти перчатки, я тоже не взял. Живешеши лиган, алё, шери. Смотрите. Марис не взял. Говорит, я соберу. Вон, видите, есть росточки. Видите? Ну, это не росточки, прошу прощения. Вот, так что. Сейчас накопаем картошки, потому что завтра он поедет работать. Репетит. Я тогда это, может, завтра приготовлю. Хочу, может, блинчики сделать. Для кабачки картошка. Из печи этих. Ну, все подранчиков такие. Ну, девочки, видите, не по ведру картошки там, конечно же. Ну, немножко есть. Ну, а теперь розы куме, мочери. Немножко нам полило все-таки. Ну, пускай лежит. Рефи, мы диняли сертен, эльмадик, эльфоромасыки, а не сураляпу, а и плюши. Погроты, чеси, мы или позанкох. Я на ванцала. И фукули, садюрси. Я говорю, мне девочки сказали, что надо, чтобы курочка была такая, чтобы уже надо было ее чистить ножом. А не как милечку. Ничего, я считаю, как для нас прям прекрасный урожай. Конечно. Послушайте. Нет никакого у меня вам видео. Киска сетудер. Сетудер, сетан су-ло-со. Сетудер сетан су-ло-со. Сетудер сетан су-ло-со. Завтра будет про этого. Меня закусали комары. Послушайте. Наташка сидит и говорит, меня комары не кусают. Смотрите, сколько у нас тут помидоров, помидорищев. Но они не краснеют. Я вчера ходила у пачерицы своей, смотрела помидоры. Пока там они играли в этот, в питанок. Смотрите, видите, сколько у меня тут помидорищев. Вот, тоже у нее хорошие помидоры. Но она как-то сразу их в этом году в одну ногу запустила. Я ее сама учила в прошлом году подсушиться. Она в этом году прям так хорошо сделала. А у меня вот много ног. Ну, пускай растут. Девочки созреют. Сейчас еще недели-полторы. Мне Мария взял, сегодня нарезала эти. Хорошо. Там еще такие огромные наросли. Это же тыквы. Благо, что это, послушайте. Смотрите, видите? Тыквы. Хорошо, что он мне их не собрал. Ширисаса де куржа. Ля-ля-ля. И фу-палитуши. Кабаки тоже сегодня. Кабачки, я имею в виду, тут тоже переросли. Ну, вот. А Наташа два больших взяла. Говорит, я икры сделаю себе, пожарю. Я вот вижу, Мария, там мне тоже не собрал еще. Ой, вон там два еще больших. Даже три надо собрать срочно. Девчонки, мальчишки, всем добрый день. Вы на террасе у провансалочки. Я немножечко исчезла из вашей жизни. Но я вообще ничего не успеваю, поэтому влогов пока нет. А сегодня я сейчас уже там приготовила овощи. Я буду опять фаршировать кабачки немножко другим способом. Постараюсь вам показать, но времени у меня на это совсем нет. Но буду показывать хоть что-нибудь. У нас за нашими праздниками, за два дня, понимаете, наросло бы вот таких вот больших кабачок. Вчера у меня была Наташа, я ей отдала. Она любит вот эти беленькие. Она говорит, они только на Украине растут и в Италии. Вот, ну и еще у меня в огороде. И смотрите, вот этих два больших я буду фаршировать на большом противне. И вот этих два поменьше. Вот примерила, видите, на маленьком. Вот, девочки, сегодня у меня, сейчас я принесу у меня обычный фарш свиной. Вот лук пары, который надо в конце концов использовать. Пару луковиц. Этот лук у меня уже новый, со своего огорода, но очень-очень горький. В этом году такой прям, ну, без обработки есть невозможно. И я буду добавлять сегодня, как бенефис, картошечку. Фарш, сейчас посмотрите, очень вкусно, достаточно быстро. Ну, как достаточно быстро? Ну, час нужно, чтобы вот приготовить это все. И потом час для запекания. Ну, пару часов нужно. Так, девочки мои, смотрите, я начищу, начистила картошку, лук, не сбегала. У меня, наверное, где-то есть даже морковка. Но дело в том, что, может быть, я этот раз буду, девочки, без морковки. Смотрите, у нас есть два способа начинять. Видите, вам как-то здесь против света начинять кабачки. Можно вот так срезать крышечку, и вы все вынете оттуда. Будет большой горшочек, такой с много мяса. Можно разрезать пополам. Я сегодня буду резать пополам, по одной большой причине, по одной причине, по большой, небольшой. У меня просто нет времени, потому что, видите, я вот положила, вот так вот он выкладывается. Значит, мне его разрезать нужно вот таким образом, чтобы когда я его отпущу, чтобы он раз, и улегся. И больше нам не крутился на этом противне, и только запекался. Смотрите, это переросшие буквально там, ну, на один день, на сутки, двое кабачки. Вот такие вот они уже. У них такое семя уже большое. И, естественно, что чем меньше семечка, тем вкуснее получается кабачок, если мы запекаем, как вот я вам показывала, небольшие кабачки, да, я запекаю в духовке. Вот. На фарш пойдет. То есть я и вот это буду добавлять в мясо. Так. Вроде бы и на летней кубке, послушайте, да, места мне все равно не хватает. Просто, просто категорически не хватает места. Что я вам там показываю? Все, я сейчас вычищаю кабачки по-быструхе и ставлю их в духовку запекаться. Пока будут возиться с фаршем, кабачки будут полуготовые. И тогда, конечно же, им будет запекаться намного быстрее, чем если мы вот так вот поставим полностью сырой кабачок. Девочки, сырые кабачки тоже можно запекать. Я уже вам об этом говорила. Просто им нужно будет, ну, намного больше времени. Поэтому я вот так приловчила, чтобы мне, так как я достаточно часто делаю летом, фаршированные кабачки, я приловчилась. И пока я буду возиться с фаршем, у меня кабачки уже запекутся до полуготовности. Можно, кто боится, что они треснут. Вот честно, вот так вот чуть-чуть их накапывать. Хотя, мне кажется, ничего с ними не случится. Так, вторая половинка. Я еще вот, я, конечно, такой типа икрицы сделаю. Ну, так, чтобы кушать вот сразу, не на заготовку на зиму, а чтобы покушать самим. Конечно, такое я сделаю. У меня назревают уже, я вчера смотрела. Скоро, ну, через неделю так точно будут уже большие даже баклажаны белые. Там два синеньких тоже есть. Вот, поэтому скоро у меня будут рецепты еще и с баклажанами, мои хорошие. Поэтому овощи, овощи впереди, планеты все. Выскабливаем побольше. Чем больше мы выскабливаем, тем больше у нас поместится сюда фарш. Вы сами понимаете. Все. Теперь второй уже кабачок я сделаю без вас. И потом покажу, что получилось. Вот, девочки, первый противень готов. Сейчас буду делать покороче кабачки на второй противень. Так, девочки, видите, сколько у меня получилось внутренностей из этих больших кабачков. И я их сейчас пойду, перекручу в своей помощнице, потому что, ну, очень долго мне придется. Я туда вот сейчас клучок вот так вот тоже добавлю. Он мне перекрутит. И добавлю, вот я чеснока начистила. Вот, четыре головки. Это мне за одну, за 20 секунд там все перекрутит. И иначе я, ну, долго буду возиться. Пока я порублю руками. Ее можно руками порубить, конечно, но так как у меня большая масса. А вот это, девочки, вот это я буду обжаривать. И сейчас вернусь. Буду обжаривать на сковородке, чтобы придать такой, знаете, вкус немножечко. Ну, вы сами знаете, когда мы обжариваем лук, то он совсем дает другой вкус. Вот, а это вот две луковицы я перекручу с внутренностями баклажана. И две луковицы с луком-пореем буду зажаривать. Сейчас вернусь. Так, девочки, я спешу-спешу. Здесь у меня лук-порей, лук, картошка кубиками порезана. И кубиками порезана мелкими кубиками один молодой кабачок. Потому что, посмотрите, вот эта вот мякоть, как я говорю, старую, сегодня даже моя вот эта вот помощница не захотела брать. И он получился такой, знаете, такой, как пюре. Я думаю, что лучше я из этого пюре потом напиху блинчиков. Я вот добавлю так вот пару ложечек, знаете, чтобы, ну, как говорится, для, чтобы такая масса была, как суфле. Но все, я добавлять не буду, это будет очень много. Вот, я добавлю туда муки, потру еще одну картошечку туда и напихую таких блинчиков. Видите, девочки, каждый раз получается новый рецепт. Я чуть-чуть его присолила. Так кабачки у меня в духовке готовятся. То есть они уже будут такие у нас полуготовые. Сейчас я в фарш добавляю вот такой мой прекрасный томатный сок, который я готовила сама. Это мой сок, это не тот, что муж готовит, а это мой такой заварной кусочками. Морис приехал. Вот. Потом буду пробовать на соль. И я сюда еще добавлю баночку сливок. Соль, 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 соль. Вот. Так что будут сегодня опять у нас фаршированные кабачки, но совсем по-другому рецепту. Ну вот, и так как у меня фарш, девочки, некуда сюда добавлять, то я фарш тогда размешаю, сырой фарш, вот с этой вот запеченной такой поджаренной массой. И тоже это будет очень вкусно. Видите, девочки, я добавила коробочку сливок 18-процентных. Сейчас вот оно чуть-чуть потушится, я потом попробую на соль. Потому что фарш явно будет соленый. Я не знаю, я вам показывала фарш или нет. Фарш у меня, девочки, готовый. Называется Шер Афарси, то есть это уже готовый фарш. Для фарширования. Поэтому 30 минут прошло в духовке. Видите, если бы я сразу не поставила кабачки, то вот уже они 30 минут, они готовились. Поэтому это хорошо. И у нас эти фарши, продолжу про фарш. У нас эти фарши, они подсоленные. Сейчас я попробую дальше. Да, он подсоленный. Ну вот, в принципе, я выключаю газ. Надо сейчас это все вылить вот в эту миску. Хотя бы половину добавлю фарш. Потом выли вторую половину и буду фаршировать кабачки. Буду смотреть теперь уже, какие они по... по размеру, потому что они немножечко, скажем так, утягиваются. Девочки, ну вот фарш можете свежий. У нас, да, у нас привычка делать все со свежего фарша. Но я тут вот переловчилась. Мне кажется, так быстрее. Вот он чуть-чуть уже... Вот даже на сковородке можно поджарить. Просто он у меня не поместился на сковородку. Поэтому я вот так вот его буду размешивать. Мне горячо. Вот в чем проблема-то большая. Как же мне его размять? Ну, я сейчас что-нибудь придумаю. Так, девочки. Предпоследний этап. Достаточно быстрый. Начиняем. Наши кабачки, они хорошо, послушайте, подошли. Они такие уже полуготовые. Вот, я уже объясняла, почему я сыр насыпаю на сам кабачок. Потому что не хочу, чтобы у меня сыр подгорел. Как бы ни было, они у меня все равно еще минус 40 будут готовиться. Несмотря на то, что фарш уже полуготовый. Вот. Поэтому накладываем щедро. Фарша много. Вот он получается так. Мне кажется, я вам поставила так камеру, потому что у меня одна рука будет в этом, в кадре. Вот. А внизу есть сок. Поэтому соком тоже надо будет потом поливать. Вот. И видите, фарш у меня такой получился. Все такими будет, как немножечко кусочками. Вот не такой, как вы привыкли, да, девочки. Фарш сделать такой, чтобы, ну, вот полностью перемолотое мясо. А вот такими кусочками. Вот я вам советую сделать и оценить разницу. То есть вот вы, когда будете кушать вот такую, вот такую начинку, да, которая кусочками. Вот тут у меня картошечка, морковочка. Картошка порезана на моем этом, на овощерезке, на моей помощнице тоже. Более крупная, а морковка более мелкая. Морковка и кабачок. Вот. И все, девочки, понимаете. Вот каждый раз рецепт получается абсолютно новый. Вот просто абсолютно. Потому что и начинка разная, то есть мясо я беру разное, то индейку, то курицу, то одни овощи. Просто вот у меня сейчас помидоры когда начнутся, я вам покажу, как я делаю вегетарианские эти кабачки. Поэтому дерзайте на кухне. Мне, конечно, хочется вам и с вами многим поделиться. С другой стороны, мне кажется, что вы все это знаете абсолютно. Что я вам показываю, думаю, вы мне скажете, господи, что ты, Аллаха, показываешь? Мы это все знаем. Кабачок хорошо прям подпекся, хочу вам сказать. Вот. И второй такой, как, противень, он чуть-чуть поменьше. И я их тоже нафарширую. Но я поставлю на время чуть поменьше готовиться. Потому что я их буду замораживать, это моему мужу, на момент, когда я буду в отпуске. Чтобы он мог разморозить и покушать кабачок с любовью, фаршированный его замечательной женой. Видите, как я о себе хорошо, девочки, говорю. У нас идет, продолжается, давайте поболтаем пока. У нас продолжается ремонт ванной комнаты. Мы вчера ездили вместе в магазин. Мы не смогли там купить душ, потому что душ, который мне понравился, за 246 евро. Вот. Его не было в наличии, он только был на стенде. Чтобы заказать, надо, ну, он зашел сразу на сайт по заказу. Ну, 57 дней надо ждать. Ну, 57 дней, девичка, это 2 месяца, понимаете, это уже осень. Потому что не могу в таком развале жить. У меня в моей спальне все это вытащено. Каждый раз, когда я куда-то собираюсь, я ничего не могу найти. Благо, еще все по ящичкам стоит. Так уже хоть ящички же я просто некоторые готовые вытащила в своей мебели. Вот, конечно, все очень дорого. Я сохранила этот чек. Мы купили стульчик такой специальный, который на стенку привинчивается. И потом раз такой складывается на стенку. Потому что, когда была ванная комната, ванная, ты присел на бортик ванной, да, там, допустим, обработал ноги. Почистил там пяточки, нанес там какие-то кремы. А сейчас что? Поэтому мы купили этот стульчик. Он 109 евро стоит. Я купила такую. Мы купили хорошую, почти за 49, по-моему, 38 с чем-то, такая ручка, которая прибывается на стену. Ну, чтобы можно было раз и встать, чтобы, ну, не заскользить. Вот. Ну, и это такой, знаете, как бы замах на будущую старость. Скажем так. Ну, мы взяли такую цивильную, красивую. Сам молодец не захотел за 15 евро. Смотрите, вот это я сейчас ставлю в духовку. Только единственное, что я еще хочу. Я хочу. Можно посыпать сухариками, как я показывала, но я не буду этого делать. Может быть, я за 5 минут до готовки посыплю еще сыром сверху, чтобы было разнообразие. Смотрите, какая красотень. Друзья мои, привет! У меня сегодня новый рецепт кабачков. Он будет у меня на канале Провансалочка. Вернее, кабачки одни и те же, начинка другая. Вот. И посмотрите, какая красотища. Сейчас они у меня уже запеклись в духовке 30 минут. Почищенные, пока я делала начиночку. Поэтому сейчас еще 30-35 минут, и наши кабачки фаршированные будут готовы. Всем приятного аппетита! Так, сейчас я начиню вторую порцию. Это те, которые я хочу заморозить. Я отвесу в духовку в доме и поставлю минут на 20. Я их поставлю. Потом они остынут. И я их заморожу. По баркетикам. Подпишу дату. И будет моему мужу еда. И потом я ему еще сделаю. Буду же еще фаршировать просто с овощами. Потом буду фаршировать. Я купила индейку. С фаршем индейки тоже. Все мясо добавляется разное. А овощи всегда практически одинаковые. Поэтому без овощей никак, друзья мои. Овощи это очень важно. Поэтому надо кушать овощи, не лениться. Конечно же, возни много с овощами. Слов нет. Пока их вымоешь, пока их почистишь, пока их вычистишь, пока их подготовишь. Вот. Ну вот я, если бы видео не снимала, если бы не отвлекалась. Конечно же, я уже наловчилась с овощами работать. Я их делаю достаточно быстро. И я использую все свои помощницы. То есть я руками практически ничего не нарезаю. Вот я сегодня, у меня вот кабачков очень много. У меня полный холодильник кабачков. И пока они не потеряли свою упругость, мне нужно их хотя бы половину порезать и заморозить. Проблема в другом. Мы сегодня едем на концерт. И на концерт мы едем целых полтора часа по автобану. На любимого певца моего мужа, Франсиска Бриэль. Это подарили его дочке, ему на Рождество, нам на Рождество 2019 года. И мы в прошлом году, в 2020 году, должны были весной поехать на этот концерт. Ну, наступил локдаун, как всегда. Все ограничения, все ограничения по концертным залам, по ресторанам. Поэтому дважды переносили. И вот сейчас мы попадаем на этот концерт только потому, потому что он будет в таком, знаете... Я Марису говорю, давай поедем пораньше, погуляем в деревне. Такая античная деревня, по-моему. И там будет арена такая, знаете, ромская. Это римская арена. То есть я посмотрела, там нужно сидеть на цементе. Я буду брать сейчас, возьму свою большую корзину и положу туда две подушечки. Потому что если я два часа сижу на цементе, ну, мне хана. Ну, это не очень уютно. Единственное, что трудно, друзья мои, что, конечно же, на спину не откинешься. То есть, ну, в спартанских таких условиях. Но это, знаете, это летние вот эти вот фестивали, которые проходят на свежем воздухе. Они абсолютно все такие. Вот у меня еще остается фарш. Я его выложу сейчас в это... В квадратненькую у меня такая формочка есть, керамическая. Я тоже поставлю в духовочку запекаться с сыром. Вот. Представляете, как здорово? Много получается фарша. Вот фарша у меня был килограмм. Вот три картошки, две луковицы. Ну, вот я добавила туда. Вы видели немножечко. Дранья. Чуть-чуть сока. Ну, вот. Такая красота. Так, это все я понесла в дом, в духовочку. Красотень, красотень, как я говорю. Так, девочки, смотрите, вот столько у меня осталось фарша. Я сейчас, смотрите, что сделаю. Я сейчас сверху положу этот слой тертых хабачков такого фаршика. И поставлю в духовку запекаться. Получится у нас такой, знаете, как, как же его называют, который с пюрышкой я делаю, с обычным. Ну, с пюры готовым. Ну, этот шотландский, этот пирог типа, только с кабачками. Вот, соли практически не добавляю. Не буду даже. Нет, чуть-чуть присолю, конечно. На всякий пожарный. Вот так, чуть-чуть. Три солинки. Все. И это вот у нас будет такая тоже вкусная запеканочка. Вот, когда бы я напекла этих блинов, расскажите мне. А так вот, видите, раз, случайно. Все блинчики какие хорошенькие. Вкусненькие, ароматные. Девочки, ну вот наши готовые кабачки. Представляете, какая красотища. Аромат, конечно, обалденный. Цикады поют. Сейчас, смотрите, по стаканчику розового нальет. Короче, мы балдеем. А я еще дожариваю блинчики. Девочки, какие они тоже вкусные. Обалдеть. И тут я понимаю, что это у меня блинчики чистые. Из этой мякоти, которая была в больших этих кабачках. Но все равно они очень нежные, очень вкусные. Вот видите, мы так... Сейчас я буду девочкой накладывать, потому что... Ну, можно и развалить. Видите, какие они огромные-то. Так, мне тут муж без спроса подложил кусочек этого. Как она называется? У нас она называется сервелат. Я не очень люблю эту колбасу. Она невкусная. Пускай забирает. Я ее есть не буду. Вот я буду ездить со сметанкой. Вот у меня в конвертике. Морис будет есть с сыром-пармезаном. Так что приятного всем аппетита еще раз. Девочки, готовьте, не ленитесь. Ну, а там у нас вот сырочки. Такие разные. Тоже вкусненькие. Хлебушек. Короче, все. И вечером мы ездим. После обеда мы поедем в новую деревню. Мы там ни разу не были. Слышите цикады? О, раскричались. Девочки, ну смотрите, что можно сделать из четырех больших кабачков. Гляньте. Запеканка. Такая, знаете, как бабка, да? Там внизу оставшийся шарф. Шарф. Фарш. И вот остывает. Потом я его тоже пленочкой затяну. И в холодильник. Девочки, посмотрите. Целая, целая. Бодия блинов. Они у меня там и маленькие. Я большие специально сделала. Такую, знаете, буду делать мочанку. Зажарю эти. Половину маленьких заморожу. Разложу прям это на бумаге. Заморожу по одному. И потом в мешочек. Так, так, так. И потом, девочки, я обожаю их разжаривать на сливочном масле. И на топленом. О, с чаем. С утреца. Класс. Девочки, вот таких четыре получилось у меня. Так, подожди. Как поставить так, чтобы не тряслась камера? Четыре баркетика. Алюминиевых. Это для моего мужа. Видите, сердечко стоит. Это чтобы я не путалась. И чтобы я не взяла, пока я уеду. И не разогрела что-нибудь. Потому что у меня много всяких этих заготовок. На заморозке. Это ему, когда я вот уеду, чтобы он кушал. Ну, там, естественно, я еще что-нибудь приготовила для девочки. Но вообще, он впервые меня попросил сделать что-нибудь для него. Он настолько самостоятельный человек. Я никогда никаких котлет не напекаю, там, не наготавливаю, ничего. Ну, просто вот мы поели. Я говорю, буду фаршировать и замораживать. Он говорит, ой, как хорошо. Я тогда смогу поесть, когда тебя не будет. Впервые он так, девочки, заикнулся. Наверное, все-таки он понимает, что я уезжаю на шесть недель. И что он заманается готовить. И вот здесь, девочки, у нас остатки. Ну, видите, надо, наверное, поменять пленку. Еще было горячее. Это то, что вот я сегодня готовила. Мы с Марисом съели. И я не буду девочку менять пленку. Вон, видите, они такие хорошенькие. Тут у нас осталось еще два кабачка. И вот даже хвостик маленький. Мы съели по половинке и четвертинке. Девочки, это очень вкусно. Вот просто, вы знаете, хорошо с индейкой, хорошо с курицей. Но со свининой, девочки, это лучше всего. Вкуснятина. Я сейчас вот эти бумаги сейчас заделаю. Потому что надо, чтобы баркетики остыли. И потом вот эти баркетики я еще запеленаю пленочкой пищевой. Потому что я бы, это, ну, в морозилку буду класть. Мало ли, что-то будем искать, перевернем и, ну, высыпется из них. А все-таки потом под пленкой. А так они, вот видите, как они хорошо. У кого такие вот морозилки с полочками, да, тогда, конечно же, ничего не нужно. Но и то, девочки, знаете, почему я практически все фильмом сверху, фильм по-французски, это наша пищевая пленка, заматываю. Почему? Потому что я считаю, что очень вымораживаются продукты. Ну, хорошо, если мы их съедим через неделю, через две, через месяц, через два месяца, да. А иногда заваливаются, и они там лежат у вас и шесть месяцев, и больше. Вот. И, естественно, все, что в баркетиках, в этих, оно вымораживается. Вымораживается сок, вымораживается вкуснятинка вся эта. Поэтому, как по мне, так лучше еще этим фильмом перемотать. И надежнее будет, то есть ничего не рассыпется. Тут, вот видите, он у меня разлезся. Очень хорошая вещь. Я знаю девочек, которые их перемывают. Вот если они не помнутся, я как-то девочки ни разу не перемывала. Но вообще, да вы знаете, если там ничего такого сильно жирного нету. Потому что я вот это вот снимаю, вот это вот мы снимаем и сразу в горячую духовку ставим. И оно разогревается в баркетике, и потом ты выкладываешь на тарелочку. Ну и по-хорошему это одноразовые баркеты. Ну вот девочки, которые замораживают сыры и там всякие овощи, да. Вот. Я видела, что они их споласкивают и сохраняют дальше. Протирают. Ну и правильно делается. Девочки, ну они не дармовые. То есть они достаточно дорогие. Пять вот таких баркетиков. Вот они у меня здесь. У меня вот два размера. Они еще есть маленькие. И, по-моему, их только три или четыре. А еще есть квадратные, вот такие наполовину. Квадратные и чуть-чуть поуже. Вот их по пять штук. Вот у меня один остался. Я его так между этими положу, чтобы не пылился, да. И вот такие вот большие. Но это хорошо, знаете, когда я делаю томаты, фарширую томаты. Вот они достаточно так. Или шесть штучек, или четыре таких покрупнее. Вот, девочки, я считаю, что это вообще гениально. Вот эти баркеты, конечно, для заморозки. Ну, и потом я много чего еще такого... Допустим, когда я запекаю там баклажаны и потом мороженое по одному, я их либо пленкой обматываю, либо в пакетик индивидуальный кладу. Вот. Ну, короче, много всяких возможностей. Так что, девочки, смотрите, четыре всего лишь кабачка. А сколько всякой еды. Вот, представляете? А сейчас покажу, сколько у меня этих кабачков-то. Смотрите, целый ящик кабачков. Стоит в холодильнике, да? Там на столе, я вам показывала, и здесь вот у меня еще. Поэтому самые крупные я выберу, завтра постараюсь сделать. Все перерублю и заморожу. По небольшим мешочкам, чтобы раз достал, разморозил и съел. Вот, у нас их достаточно жарко, а мне некуда сложиться эти кабачки. То есть, ну, вот уже пойду, посмотрю, может, еще в морозилку засуну. Ну, вот, по кабачкам сегодня все, а то я прям вся в кабачках. Вот, я сейчас посмотрите, у меня сколько посуды перемыть. И я пойду принимать душ и собираться, потому что мы уедем сейчас в эту деревню. Морис тоже, я ему говорю, полтора часа нам ехать минимум. Я говорю, поехали, хоть погуляем по стаканчику, какого там выпьем, коктейля. И потом пойдем на эту арену. Девчонки, давайте, пока я тут сейчас ни в эту посуду не вбилась, я быстренько минут 10 пробегу по саду огорода, покажу вам, что у меня есть. Смотрите, как у меня все-таки хорошо он разросся. Ну, смотрите, пылище какая. Бедные мои растежки. Смотрите, зацвел красавец. Это вот этот вот, который, вот он. Кактусы тоже они интересные. Когда им хорошо, вот когда их место найдешь, они такие тоже молодцы. Они и цветут, и показывают свои цветочки распрекрасные. Такие часто удивительные. Так, девчонки, на следующей неделе мне нужно заняться кабачками, заняться пеларгониями. Пеларгонии надо обязательно удобрить и мне почистить их, потому что уже у нас практически, ну, не середина июля. Но, тем не менее, жасмин, видите, все, жасмины цветают. Нет больше жасмина. И мне в этом году не нравятся шапки гортензии. Они какие-то рыхлые. Вот видите, они уже начинают цвет менять. Они вот сейчас такие бежевые, потом они будут зелеными. И потом они опять будут возвращаться к розовому цвету. Вот такие разноцветные. Какие-то неплотные шапочки в этом году. Не знаю, в чем дело. Год на год не приходится, по ходу дела. Вот. На полу стоит этот разнос. И нету места на летней кухне. Хорошо, вот здесь у меня бегония, посмотрите. Это вот всего лишь одна нога. Очень люблю этот сорт. Его обрезаешь, они хорошо цветут. Они многолетники, многолетники. Я вот с этой бегонии познакомилась, когда еще работала в интермарше. У нас там продавали цветочки. И вот я их взяла. Лилии у меня потихоньку, девочки, везде зацветают. Я хочу их срезать по большей части, поставить себе букет. Вот здесь вот гортензия тоже зацветает. Вот эта вот плоская. Вот цветочки, они потом увеличатся, конечно, немножко. Вот она у меня одна такого сорта. Вот они такие, видите, плоские. Ну, тоже мелкие, девочки, цветок, хотя я и кормлю, вроде бы, их по весне. Летом, я уже говорила, я очень мало кормлю цветы, потому что у нас очень жарко. Боюсь спалить. Ну, не знаю, что лучше. Смотрите, здесь у меня тоже. Это мои из новых лилий зацвели. Ну, вот их за анемоны, из отбора, видите, их даже не видно. И такие, послушайте, хорошие все вот эти вот лилии такие, которые помогли, не по одному цветочку. И что-то я не вижу других цветов. Вот один видела, как-то все одна, вот эти светлые. Ну, ничего не видно дома. Надо срезать, поставить в вазу, правда же. Мы сейчас пока походим с вами, поснимаем, уже можно будет и замораживать. И в холодильник ставить мои кабачки. Вот, заодно эвкалипт надо полить. Эвкалипт девочки любит воду. Вот горшочный сад, это, конечно, девочки, очень сложно. Надо постоянно следить. У нас сегодня еще это. Солнце такое спрятанное. Можно полить, а так это яркое солнце, нужно ждать вечера. Вот. Надо резать, надо чистить сад. Все время уже наступает. У меня уже будет вторая такая чистка, достаточно приличная. Вот наш зимородочек от цвета. Девочки, смотрите, сколько у него там лепестков. Гляньте только на это. Вот я потрогала, какие запахи. Какой красивый вообще, красивый. Розы обалденные. Вот видите, отсюда. Лилии не видно вообще за анимоной. Ну, поэтому надо поставить их в букет. Надо заняться. Вот их и нацеймая распрекрасная. Очень люблю этот цветок. Просто люблю, без объяснения. Тут у нас труженица вон сидит. Гладиолусы. Голубых гладиолусов не вижу, которые я покупала за дурные деньги. Одни розовые. А где голубые, скажите мне? Пересортятся, что ли? Ну, вот здесь должны открыться. Посмотрим тогда. Ой, девочки, столько чистки, столько чистки у меня. Вот это раскроется сейчас, вот это желтое, вот это вот цветочек, ромашечка. Ну, здесь лес лесной мать, моя женщина. Так, дуболесную надо было полить. Надо перенести шланг, положить, пускай поливается. Ей, конечно, много воды нужна, такая махина. Вот здесь уже цветает эта лиля, а вот там, видите, налилилась. Как я говорю, налилилась. Вот это очень, она такая будет чуть-чуть фиолетовенькая, красавица. Вот здесь тоже у нас их и нац. И девочки, ну вот видите, вот эти вот кузнечики, да? Это плохо для цветов, они их едят. Но я вот руками их не могу взять. Я как-то в перчатке схватила, они трескаются так под руками. Поэтому. Ну вот видите, ничего в саду не останется. Скоро будет вообще одна зелень. Сейчас отсветут лилии. Ну, будут пеларгонии чуть-чуть, конечно, расходиться. А так, вот здесь вот надо мне просто обстричивать эту вот розовься, которая цвела. Это American Pillar. Надо просто большие ветки взять и срезать, потому что, ну, посмотрите, все заполонено. Тут не то, что тут вообще джунгли такие. Не пройти, не проехать. Девочки, вот клематис у меня, посмотрите. Он уже два года не цветет, ни одного цветка нет. Как бы вот он закрывает всю эту нам арку, а цветков нет. Как бы мне его оттуда выкопать? Я же хочу вот жасмин туда запустить. Видите, как хорошо жасминчик. Он даже вон цвести собирается. Это то, что мне в подарок дали. Маленький такой. Хорошо. Я его хочу запустить на вот эту арку, и он мне закроет со временем все. А вы же сами понимаете, как выкопать клематис. Никак. Зараза. Вот такое вот растение. И цвести не хочет, место занимает. И другим место не дает. Потяну сейчас шланг. Так, девчонки, все-таки я сначала перемыла посуду. И теперь продолжаю съемку, потому что съемка это дело такое. Я увлекаюсь. Иду в одну сторону, поговорю совсем о другом, о чем хотела. Потом иду в другую сторону, вспоминаю, что не показала то, что обещала. Ну и так, как всегда у меня, да? Вот. Пеларгония. Вот видите, с вам снимаю, сама остановилась. Думаю, общипну пеларгонию, потому что потом опять не вернусь. И хотя бы на этих зональных. Ну, короче, девочки, сами понимаете, сад у меня сейчас не в очень хорошем состоянии. Не очень красивый. Такой запущенный графский. Графский разваленный, скажем так. Фуксия огромнейшая, конечно. Ну, вот у нас когда? На воскресенье пошел ни с того ни с сего дождь. Вот, а это что тут у нас? Чуть ли не бульва выросла. Видите, подсеивается, девочки, само. Вот эти травы. Откуда они берутся? Ну, ветром нагоняет, конечно. Вот тут все вот это надо убирать. Все абсолютно, все нужно убирать. Здесь, помните, как я черешочки-то это сажала? Девечка, ну все, жасмин умер. На глазах отцвел, как и подобается. И все, и засох. Какая беда просто, можно сказать. Здесь вон эта березка поднимается. Ну, теперь я ее уже трогать не буду. Пускай уже сидит. Смотрите. Видите, покраснил бедненький. И засох. Вот что, что, что ему нужно было? Ну, я не знаю, буду ли я его трогать, девочки, до осени. Смысл. Все равно здесь я уже сажать ничего не буду. Единственное, что вот у меня солоном. Я вам показывала. Можно подставить. Солономы тоже силы взять. Если он не вымерзнет, то на следующий год, конечно, он закроет полностью этот кусок арки. Лаванда вся полегла. Вот я говорила, у нас вот солнце туда, оттуда идет после обеда. И все растения тянутся туда. Поэтому, когда они разрастутся, эти кусты, в следующем году, они прям вот будут прям так вот на дорогу такими шапками падать. Ну, и там вот под хурмой, гляньте, на дороге лежит. Это все надо обрезать. Надо поставить букет, да или высушить, и потом отбить на мешочке в подарок. Хурма огромнейшая. Просто огромнейшая. Вот. Мои хорошие. Посмотрите, здесь у меня тоже. Сейчас вам покажу. Ой, хожу с этими в руках. Лилию тоже надо срезать. Видите, какая красавица. Это из новых. Огромно пахнет. Вообще обалдеть. Ну, все, ромашки нужно срезать. Тут последние колокольчики доубирать, и все. И у меня тут останется только две розы. И вот там вот у меня две лилии. Они как только откроются, я их сразу срежу, поставлю в большую вазу, как я в прошлом году делала. Но, девочки, ну, смотрите, между лавандой и это. Лаванда между оливковым деревом и хурмой вообще. В этом году тоже не хочет она цвести. А вот это вот Бугвелия, девочки. Ой, Бугвелия, господи. Гудлея. На ней вот эти жуки что едят? Эти типа Аленок. Я вчера два тут нашла, убила. Тоже мне. Это вообще как бы дерево считается бабочек. Но бабочек, это вот ими не пахнет этими бабочками. Скоро перезатветет вот эта мадемуазеля Миян. И вот видите, здесь тоже шелковица мешает розе. Там вот она, ее нужно уже второй раз обрезать. Здесь вот эти красивые. Там вот у нас бассейн. Такой кусочек. Будлея, конечно, разрастается. Я ей не дам расти, так я ее буду корректировать. Ну и здесь, девочки, видите, лавандой, вот это вот моя новая будлея трехцветная. Тоже ее нужно освободить, иначе они ее мне забьют. Вервена тут через лаванду тоже вон вылазит. Лаванду пора стричь. Пора-пора. Когда? Когда? Мне не хватает пяти дней в неделю, чтобы это все, девочки, сприходовать. Вот, пойдемте сходим в огород. Хотя я вас и водила. Вчера картошку же мы копали. Это быстрее всего в этом видео я же поставила. Урожей помидоры, смотрите, краснеют. У него помидоров хоть и немного, но есть он будет их раньше. Ему уже можно их собирать. А что это он их не собирает? Это эти бареои, эти красные. Так, перерастают у него кабачки, вон тоже. Надо мне их собрать. Зачем ему такие большие кабачки? Потом будут кони конские. Надо, я ему скажу, что я у него буду их собирать. Потому что вот он берет вот такой кабачок, да? Ну, чуть побольше. И съедает за один раз там, допустим. А вот эти вот большие. Ну, что он с ними будет делать? А еще одни сутки полежать, это в два раза больше будет. Он, кстати, на каникулах сейчас. Я ему говорила, порежь заморозь. Он такой послушал меня. Вон тоже, видите, лежит один. Но я за ним слежу. Он вчера был маловат. Фасоль цветет. Мой муж говорит, как я их буду собирать? Я говорю, дорогой, я не знаю. У меня никаких идей нет. Как ты их будешь собирать? Клоп зеленый, вон сидит. А там, вон, видите, тыковка? Потимарончик. Хорошенькая. Там вон еще я вижу. Это, наверное, спагетти. Вот эта вот пошла. Тыковка. Они так похожи на эти. На мои тыкводоницы. Но я не знаю, я здесь ее сажала или нет. Здесь вот вон потимарон, видите, желтенький. Один, вон, еще один. Ну, штучек, может, 5-6 будет. И то хорошо. Кабачки вообще гигантские. Я вот думаю, может быть, мне нижние листья можно уже срезать. Потому что они вот по верху начинают уже, как бы. Всякая-всякая саранча, смотрите, тут вон. О, видите, вон прыгнула. Вон, видите, такая рыжая зараза. Кого только нет. Девочки, ну я не знаю. Это тыква? Или это кабачок? Клянусь вам, не знаю. Ну, пускай перерастают. А вон еще, смотрите, какая хорошенькая. Вон, завязалась. Тыковка. Огурцы, девочки, вот они стоят на месте, смотрите. Видите? Вот каждый раз я вам показываю одни и те же. Они не растут у меня. Там, видите, он начал желтеть. Ай, ну их. Эти огурцы. Некогда мне ведь заниматься. Морис принес мне этот огурец. Я их не покупаю. Я, конечно, каждый год хочу их купить. Но я их не покупаю, девочки. Ну, не растут они. У нас жарко. Что я с ними носиться буду? Больше заниматься мне нечем. Вот. Смотрите, как быстро нарастают баклажаны. Это вот здесь я снимала уже. Смотрите, беленькие, как быстро наросли. Вот неделю я на них не смотрела. А они раз и думают. Вот, а мы тебе. А это, девочки, такие огромные у меня барео красные. Представляете? Вот, а здесь, вот я вчера смотрела. Видите, какого цвета баклажанчик? Вот такого вот он будет. Такого светло-фиолетового. Наверное, не в полосочку, а просто светло-фиолетовый. Вот. Ну, они это. Такие нежные, как и белые. Вот у нас тоже, видите, тут огромный помидор. Я почему-то думала, у меня барео черные, они такие мелкие, такие пальчики, средние, да? А вот эти красные, такие просто коняшки. У меня, наверное, их три куста. Ну, пускай растут. На сок пойдет. На сок, на соусы. Вот. Так что ждем, девочки, теперь, когда будут краснеть помидоры. Помидоров не так много, как обычно. Но, вы знаете, это и хорошо. Потому что меня не будет в самый разгар. Я ж надеюсь все-таки уехать домой. К детям. Хотя Россия сейчас в красной зоне. Ой-ой-ой. Моя одна знакомая в Санкт-Петербурге. И не смогла вылететь. Сдала тест, у нее коронавирус. Вот. Так что высиживает там еще 14 дней. Поэтому, я не знаю, так тревожно все очень, девочки. Очень тревожно все. Абычье сердце какое прекрасное. Прям такие они. Люблю я, когда они такими гроздьями висят. Ну, вот, мои хорошие. Я вчера приходила здесь по две, по две, по это, подвязала еще одну огромную плеть. Здесь они, конечно, тоже все, это у меня очень, очень тесно сидят. Девочки, метр между помидорами, метр, даже больше. И подставляем палки. Вот зеброчка начинает. Вот видите, она чуть-чуть желтеет. Она вот, может быть, уже и готова. Вот эта зебра. Они вот такого вот цвета. Но сейчас не буду снимать, а завтра приду сниму. Очень люблю. Они такие, знаете, какие? Кисло-сладкие. Ну и вот эти, вот видите, наши. Алянсьена, старинные томаты. Блю стрек называется. Смотрите, какие они хорошенькие тоже. Красавицы такие, черненькие. Не знаю, на вкус ни разу не сажала. Ну и хочу вам сказать, что, мне кажется, для этого сорта их не очень много. Ну, может быть, потом будут нарастать еще. А эти зебры, видите, они какие должны быть? Вот они чуть-чуть такие желтеют, да? Вот на картинке. Такие они зелененькие остаются. Видите, вот эти корны, как я их и называю, рога быка. Вот, и чернокрымский наконец-то дал мне помидоры. Девочка, я вчера тут вам говорила про тыквы. Я с мужем опять сегодня обработку делала. Я говорю, Марис, не трогай, это ты, это, это, не видите. И кабачки. Он говорит, ой, я не стал резать, там такие большие. Благо, что он мне не срезал их. Девочки, это вообще, это было бы мне. Я их специально первые оставляю зарастать, чтобы они были большие, чтобы они начинали зреть. Потом я им хвост отрежу, они будут созревать. И потом, когда они уже такие желтые будут, они опять начнут давать новые плети. И будут давать много-много маленьких таких детенышей. И вот их мы едим потом, когда кабачков уже не бывает. А эти прям бывают, бывают. Мне кажется, я вам 175 раз рассказываю. Но, ой, нет, девочки, не обманулись. Смотрите, миски. Вот она, вот эта огромная, должна быть тыква такая. Видите, какая она красавица. Так, надо мне ее на что-то подложить. Сейчас пойду, найду какую-нибудь плитку, чтобы она на земле не лежала. Потому что поливаем. О, как здорово. А, я думала, что перепутали. Значит, вот эта кожа дуница, которая, вон, видите, болтается тоже на воздухе. Вот, значит, она пошла и сюда тоже дала плоды. О, хорошо, есть одна тыковочка. Ну, давай еще хоть одну или две. Хоть три давай. А помните, у меня в том году были бородатые эти огромные? Меня в этом году их не сажало, девочки. Они по вкусу обо что? Они хоть и пишут, что они должны быть со вкусом этого ореха. Ничего они не со вкусом ореха. Ах ты, наша красавица. Вот, короче, я ухожу, девочки, помидоры. Я вчера вам показывала. Вернемся сюда через несколько дней. Здесь вот полно помидоров. Сегодня приезжала бы сестра с самого утра. С самого-самого. Марис уезжал подрабатывать. Так она это... Не знаю, что она тут делала. Поливала, наверное, это... Собака тут что-то бегала. Не знаю, давно не смотела. Но хорошие у нее помидоры. Еще я уже 10 раз говорю, еще ее там смотреть. Лук вчера девочки выкопала. Боже мой, какой он горький. Его только готовить можно. Сырым не съешь. Ну, вот помидоры. Три куста вчера... Ой, помидоры эти. Помдитера. Картошка. Три куста вчера выкопали. Вот она первая. Это принцесса Аманди. Ну, вы знаете, так себе. Мне больше нравится Монализа. Вот эта вот. Которая справа ряд. Она и крупнее, и ее больше как-то на корень. А это вот 90 дней. Это принцесса Амандина. И вы знаете, у нас в земле живет кто-то. Точит картошку. Вот уже несколько картошек. Каждый раз, когда подкапываем... Есть одна картошка. Так и прям кто-то вовнутрь. Так, знаете, как вылезает. Такие большие дырки делает. Вот. Ну, и смотрите, вот мы еще половину не выкопали. Ну, где-то, наверное, уже одну третью... Ну, четвертую часть точно выкопали. Вот. Потому что, ну, хватит нам этой картошки, девочки. Вот еще тут взошла. Вот она. Такой синий. А красная вот на этой же линии. Ни одной не взошло. Вот я красную тоже одну сажала. Я вам рассказывала. И она была вот в ростках тоже. Видите, вот отсюда и до конца. Ни одна не взошла. Вот. Значит, если я хочу красную и синюю картошку, значит, надо покупать в следующем году сортовые. Проблема, что они по 25 штук. А мне бы штучек их по 12, и хватило бы вот этих цветных. Но она все равно меньше веса, чем белая. Ну, картошки вообще надо есть поменьше, скажем так. А мы тут себе наращиваем. Ну, вот тоже. Патимарончики, смотрите, хорошенькие. Такие. Вон она куда пошла. Ну, все, мои девочки, давайте. Пойду я гляну, может, какая клубничка созрела. А то у рожей хорошие. Такая фасоль есть тут свободно. Видите, сколько на месте. Вот, казалось бы, да, фасолька. А вон какая широкая полоса. Вот. А кто мне там написал? Зачем вам столько много на двоих? А что у нас там много? Там 30 помидоров у нас. Ну, 30 многовато. 20 хватит, конечно. Полосочка этого фасоли. 8 кабачков. 4 баклажана. И сколько у меня? 2 тыквы там. 2, вот, 3. Но я не думаю, что это много. А куда уже меньше? Ну, ясно. Короче, люди считают, что даже этого много. Девочки, вот такая засуха. Вот такие вот картинки страшные. Видите, там у нас высыпана эта щебенка для плитки. Ну, вот мы сначала решили все-таки доделать ванную. Душевую комнату. И только потом будет делать плитку. И правильно. Потому что он хотел подвести коммуникацию, делать плитку. А потом уже в ванную, когда придет время. Да он там не зайти теперь в эту ванну. Ничего не найти. На пол льется. Ну, и там, наверное, мы еще до 19-го числа. Нам нужно купить эту кабину. Вот душевую. Там на одну кабину, которая мне понравилась. Это там. Как их скидки. Все, девочки. Ну, короче, возвращаюсь. Насправить террасу. Ой, надо, полотенце висит. Думаю, не буду убирать. Надо пойти белье снять. Вот такие дела. Там у нас тенечек. Все, мои хорошие, на этот раз пока-пока. Поедем на концерт. Если там будет в деревню, мы походим. Я вам сниму, конечно, небольшой репортаж. Пойду поставлю телефон на зарядку. Вот сходила, насобирала еще ящичек кабачков. Но здесь у меня три кабачка таких побольше от рожей. И три от моих. Я не знаю, не растут больше кабачки. Неужели так быстро сезон закончился. И вот таких два белых баклажанчика. Вот один синий. И я сегодня собрала помидорку. Вот она, зеброчка. Видите, какая она желтенькая, красавица. Она такая кисло-сладкая, вкусная такая помидорка. Мне нравится очень. Особенно, когда с моцареллой. И вот такая вот барео. Тоже одна помидорка. И, девочки, вот лук она вырывала. Но случайно, потому что все-таки я решила прополоть его. Лук никакой. Ой, упала помидорка. Лук никакой, девочки. Он и не вырос. И если два лука я выбросила, вообще сгнили. Вот. А это сушится в машинке моей тапки. Чтобы вы не думали, что мне тапки делают. Начался дождь после обеда. Я их быстренько спрятала здесь. На летнюю кухню. Дождь. Несколько капель. Вот такие вот дела мои хорошие. Поэтому я, наверное, сейчас забацаю себе икрычки немножко. С баклажанами, кабачком и свежим луком. Вот. Помидоров, конечно, нет. Но я возьму сок томатный. А еще мне очень нравится делать икру просто без всего. Ну, баклажан, кабачок, лук. На одном оливковом масле. Вообще без помидоров. Тоже очень вкусно получается. Девчонки, смотрите, какие прекрасные лилии я срезала сегодня. Ну, вот они у меня из новых, только вот такие желтоватые. Они не белые, но и не желтые. И вот одна вот такая. Ну, она вообще одиночная была. И здесь вот за анимонами их вообще не было видно. Вот только один там выглядывает. Поэтому я решила их срезать, поставив в доме. И правильно сделала. Красивый запах. Ну, я оборвала все вот эти тычинки. Потому что мы в прошлом году выкрасили таким образом Мэгги. Никак не могли понять, в чем дело. Смотрите, какая красота. Запах. Спасибо. 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 Спасибо.